всем привет так сказал бедняк деньгу нету выпить надо 11 августа у нас город герой минск время 9 часов 20 минут выезжаем мы со стоянки все выборы прошли эту тему закроем раз и навсегда народ сделал свой выбор а сейчас другие заботы на работать надо некогда по ночам бегать лавки ломать по городу минску нам работать надо поэтому 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 что ну кто-то 5 я не знаю я на своей стоянке делать всегда ставил на свистовская улица в городе минске второй раз не могу припарковаться видно там они уже распродали все места злачные второй раз вот сюда на руку конец города перегоняю а тут у нас третий день интернета нет такси вызвать не могу так вот меня тут родственник на работу ехал закинул я думаю часов 6 выехать 6 не получилось ничего страшно я закинул то бесплатно сейчас мы едем о моем кормилицу на мойку заскочим сейчас мило проезжали как раз посмотрел только свободно покупаем ее и чистенькие опрем на границу на каменный лог на границе отсюда 140 километров два часа ну а дальше все будем смотреть по ходу дела по идее паром на четверг сегодня вторник удаем два дня сегодня там на границе потолкаться ну завтрашнего я думаю вечером мы и пойдем на границе тем более это уже не самые напряженные дни с этими с этой границей самые напряженные дни то выходные когда идет основная толпа машин сейчас уже основная масса машин прошла те кто до выходных выгрузились они уже проехали и загрузились в россии те кто после выходных еще не должны успеть доехать вот красавчик вот нет только колейка выстроилась он стал прямо передо мной не что дать выехать так что вот такие пироги я думаю что за сегодня это границу мы пройдем вряд ли думаю завтра хотя чё гадать сейчас помоемся два часа мы на границе постройках галейка все будет известно погнали работать арбайтом пункт энд дисциплина все нас моют очереди не было хорошо кофеек по халяву газпром минская кольцевая газпромовская заправка правда нам в ту сторону надо но ничего мы сейчас развернемся поедем чистенькие уже покатим на границу пацаны будут и машины стоят на стоянках платная не знаю вместо немного за огонь поставим минут 5-7 сейчас на витерочки немножко нас подсушит как палетничек пойдем с той стороны глянем на солнышке вообще блестеть должен огонь и огонь и огонь и единственное что я не сделал забыл потом некогда было он видится уголок надо подклеить не знаю может в литве подклею может приедем тогда потом все сейчас тогда мы выруливаем и покатили на каменный но тут известно что на этой мойке что за наличку предтерминал не работает на нас интернетом связано хотя на заправка я рассчитывал со вчера без проблем на солнышке вообще блестит супер все сейчас 5-7 минут постоим чуть-чуть обтечем в принципе сухо можно ехать ну как дорога-то сухая асфальт можно ехать а а а а а а и а и и и а и Продолжение следует... 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 но она плотная, вот эта в сторону, аж мям на Венюс дорога. Вот вторую проехал рамку, и в ответ тишина. Сейчас спросим, да, в канале с границы идешь? Гродно, да, ты в канале? Да. Слушай, а у тебя платки срабатывают, пилтовские, или нет? Ну, вот эта в Дафт, сейчас на 97-м работала, а вот что, впереди не работали? Не знаю, вот две последних платки прошел, тишина какая-то. Ну, коллега, не переживай, я вчера ехал, тоже они не работали, я звонил, она сказала, что с 57-го по 97-м эти двери на ремонте, а вот предыдущие там у тебя уже сработает, так что все нормально. Принял, дружище, ну, у тебя чистенько, все, счастливые дорожки. Давайте, Саша. Вот как-то! Там на Каменном столе есть. Ну, эти две рамки не работающие, это нормально, я звонил, не прошел вчера. Что там на Каменном кайту кто-то спросил? А что там на Каменном мы через 57-м километров узнаем, даже раньше. Поняли, сейчас к следующей рамке подъедем, послушаем. Ну, а так, слава богу, успокоились, значит. Две рамки не работающие. Значит, не надо никуда заезжать. И это радует. Так, сейчас проверим. Вот она, первая рамка. Это уже в Гродненской области, это получается. Вот две крайних, это с Минской не работали. Тут что-то еще моргали почему-то все. Все, это кто-то стоит, что ли? На горочке и ГАИ-сники работают. А-а-а. ДПС. Все, Гродненская работает. Можно рулить спокойно. Где-то на горочке наши гродненские ГПС-ники. Гдют чего-то. Проеедем потихоньку. Тут раньше когда пост был, видите? Еще не снесли. Вон они на подъемчике. Да, редко встретишь у нас посты еще. Пускай даже закрыты. У нас давным-давно все посты позакрывали. Так и все пост носили. А вот этот... Смотрю, видите, еще стоит. Под кафешку переделали. Редко ездим здесь. Когда тут... Этот... Двастровец только вот... Когда с Катей возил. Оборудование. Стоят что-то. Стоят. Чего стоят. По сторонам лазеют. Можно подкидывать. А так в каменном лобу я, наверное, за всю свою карьеру был, верно, раза два. Один раз заходил через... Может, в руне в руку. Два. Раза три. Раза два заходил в лету через каменный. И один раз выходил. С плайкой грузился. Тоже через каменный. А так, если заходил-то там, то привалка, то беня-кони. На каменный редко ходили. Что-то в прошлый раз, когда... Последний раз, когда я тут ехал, так... Я не помню, сколько тут. 50 с чем-то часов у меня заняло все это мероприятие. С Минска до колейки. Два раза в колейке девятку крутил. Паузу. Что-то там рыбачит. И уточка. Сегодня вторник. Сегодня должно быть все поменьше. Попроще. Сейчас что-то непонятное творится. В каменном лагу нет колейки. Просто нет. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением. Съемте, используя второй съезд. Так. Нам надо на заправку. Добро поехать дозаправиться. Если здесь заправляют поездов. Должны, наверное. Используйте второй съезд. Изменение машины. Граница вот она. За колечком. И все, и граница. Нет колейки. Представляете? Я ее еще посмотрел. Может, я не туда еду. 50 метров поверните налево. Написал своему шефу. Говорю, блин, переноси паром на пост на завтрак. На следующем повороте налево. Потому что у меня паром после завтрака. Готовьтесь к правому повороту. Через 210. Сейчас мы посмотрим. Не знаю. Еще как границу пройдем. Так, карточка есть тут. Есть либа, нет. По идее, если не здесь, то на той, которая напротив должна быть. О, а здесь, видите, что-то там. Кто-то интервью дает. Рассказывает что-то. Может, уже на литовском интернете. Сейчас и мы тут симку попробуем поставить. Что, поехали? Раз граница свободная, грех не ехать с нее проходить. Ну, это удивительная ситуация для каменного лога. Просто удивительная. Готовьтесь к емать на конечный пункт через 800 метров. Удивительная и поразительная. Вообще, он я не знаю. Белорусов пусто. Будем пробовать. А что там? Если бы я знал, что такая ситуация на границе, я бы завтра поехал. Еще бы сутки дома простоял. Время, час, дня. Заезжаем на границу. Какой тут процесс. Сейчас разберемся. Время, час. А выездят. Время, час. Матувальник, выключаться. Так, туда грузовикам нельзя. Едем вот сюда. Здесь у нас что? Что-то здесь есть. Без 15.2 мы переезжаем в Литву. Жене без остановки запрещено. Сейчас у литовцев становимся в елку. Идем делаем Т1. В экспедицию. Надо как бы делать заранее, но у нас заранее договора нет. Ну а сейчас все равно интернета нету. Сейчас даже данные переслать никак никого не получается. В Беларуси интернета нету. Так, какой тут порядок? Куда тут что тут? Я так помню. Продолжение без остановки запрещено. Потом проезжаем. Стоп, контроль. Надо сюда идти. Или что здесь надо делать? Может, маска нужна? Не знаю. А я не знаю. Здесь надо куда ходить, коллега, на Литву? Вот я захожу. Или заезжать? Температуры там вот это. А здесь нет. Езжай. Если они не выходят, наверное, уже температурный режим сняли, наверное. Никто не выходит, он зелененький, горит, значит, надо ехать. Ну да. А тут сейчас у них паспортный, да? Да. Паспорт, с этих паспорта. Понял. Лучше спросить. Паспорт, техпаспорта. А потом что? А, тут братья с Украины. Тут что-то у них какие-то загвоздки. Пойдем. Проходить паспортный. Пойди, сигнал же есть. Все, паспортный прошли. Ну что теперь? А, паркинг один час. Вот нам вот сюда надо. Паркинг один час. Заехать. Пойдем в экспедицию. Оформимся. Пойдем декларацию сделаем в экспедиции. И потом поедем на выезд. Радик, а ты куда едешь? Пойдем. Пошли. Пойдем в экспедицию. сделал декларацию про сюда говорят надо с декларацией уже с готовой заезжать вроде бы даже 30 до 60 евро могут штрафтать сегодня мы если что с костюм на то что интернета нет беларуси откуда мы можем вам чем послать поэтому может прокатит а так все вот колейка которая стоит это вот все после хита но у меня как бы грустно палетах поэтому вот надо заезжать еще такую бумажку оформить 10 евро за нее заплатил а так все декларация есть таможенная экспортная номер хита мой все осталось дотолкаться оформиться повесить пломбу и вперед на мины не знаю даже чуть не делать посмотрим уже сегодня клайпиды до порта поедем и там 45 часов будем стоять с паромами не получает завтра есть паром ну который идет напрямую германию снова просто 400 евро и одни сутки разницы лучше постоять эти сутки пойдем по клайпиде погуляем если там уже с порта выходить или сейчас выехать на стоянку здесь на платную стать короче сейчас порешаем вот каменный лок это конечно не похоже границы чтобы пусто было но это вот все с этими вот перипетиями у нас стране поэтому никто не едет особо не знаю что будет вот ждем у нас по времени уже время 10 минут 4 тут рассчитывается одна дорога другой нет добро все для маску снял 10 минут 6 выезжаем долговато тут правда это все долговато тут пойдем вон талончик отнесем одни девчонки декларацию надо говорить сейчас покажем тема декларация декларация а Продолжение следует... Все. Так, сразу все на место ложим. Паспорт и паспорт здесь. Поехали. В общем, долго я тут выезжал от фита. Ну ладно. Не страшно, нам ничего. Нас пишет некуда. Короче, рассказывал. Да, как бы все нормально, без проблем. В общем-то, без проблем оформился, кроме штрафов 15 евро. Вильнюс 33 километра. Страфов 15 евро за что? Въезд в Литву, ну на границу, должен быть уже с оформленной декларацией. Мы все никак не заключим договор с какой-нибудь литовцей компанией. Скорее всего, с Бунастой. Мы теперь уже заключим. Миша в прошлый раз хотели дать, но не дали. А мне по минимуму выписал. А вообще у них... Ну я у белоруса даже, когда оформлялся, читал. Вот. От 30... Господи. От 30 до 60 на первый раз. И от 60 до 150 на второй раз. Ну у нас как бы официально первый. В общем, 30... 15 евро она мне по минимуму написала. Шефу сказал, он говорит, все, заключим договор. Вот. А не спешим чего. Торопиться нам некуда. Перенос парома. Того парома, на котором мы пойдем. Через Швецию. Его завтра нет. Он есть сегодня. Он есть сегодня. 10, по-моему, вечера. Но я не успеваю. Сейчас, шестой час, мне ехать 334 километра. Даже если я тут напрягусь очень сильно. Я как раз только к 10 вечера и приезжаю. Умеделен, да, 2 километра. Поэтому... Нас ждет... Незабываемые 42, двое суток. В порту Клайпе. Я ночевал там, но не в порту, а возле порта. Да, когда один раз я в Клайпе загрузился. Возле порта мы там стояли. Что-то там... Какой-то заправки там. Ну, за деньги стояли, чтобы остаться с соляркой. Ну, делать нечего. Завтра можно погрузиться, но за 1000 евро. То есть, ну, не за 1000 евро, там 900 с чем-то. Короче, на 400 евро дороже. Можно погрузиться и уйти напрямую в Германию. Но мы выигрываем сутки, теряем 400 евро. Такой вариант нас не устраивает. Так, а вот этот вот отстойник, про который мне говорили. Здесь можно ночевать, душ. Отсюда даже едешь, здесь европлатишь и стоишь. Здесь магазин, тут все дела. Назад будем мы сюда просто заходить. Когда будем идти? Мы же назад тоже через лету пойдем. Так, нужно разу включить. О, 716-е. Делка. Только без опоздавательных знаков поехал. Вот, поэтому, как бы, нам спешить некуда. Ну, сейчас за Веню зайдем. Заедем где-то покушаем. Настоянно. Ну, вот, не шмонали ничего. Ни в кабину никто не лазил. То есть, ни кашмона, ни на рентген не гоняли, ничего. Вот просто все вот это вот так вот долго-долго. Ну, как долго? Четыре часа. Это недолго. Нормально. Ничего страшного. Это до каменного лога. Регистратор включить. До этой границы это просто очень-очень быстро. Все. Все рассказал уродцы. Пойдем по клапинце погуляем. Завтра, послезавтра у нас два дня. Зато мы в Швеции побываем. Кстати, в порту, но побываем. Ну, я думаю, мы еще и так в Швеции побываем. Ну, так в порту побудем. Покателе в Клайпиду. Сейчас Вильнюс. Вильнюс проходим. На Каунас и на Клайпиду туда, на берег Балтики. Продолжение следует.